На таких суднах под названием Брандвахта Прагматичный сталинский режим отправлял в 1942 году в Усианский район Тысячи представителей трех наций Ингермланцев, немцев, литовцев Тем самым решая два вопроса Во-первых, он избавлялся от неблагонадежных наций Во-вторых, решал проблему пополнения трудовых ресурсов на рыбных промыслах Севера Якутии Возможно, вот в этой самой больничке спецпоселения Кугастах Усианского ГУЛАГа На изломе Великой войны в 1944 году родилась девочка Пальмира Будущий доктор медицинских наук Профессор, директор Института Северо-Восточного Федерального Университета имени Амусова Откуда у вас такое красивое имя Пальмира? Ну, родители, конечно Ну, это, конечно, папа Оригинальный был человек, видимо, в этом плане, да? У всех имена детей необычные как-то, да? Ну, по крайней мере, среди якутского народа они не якутские имена Старшего они назвали Эдуарда Потом я родилась в Пальмира И я, вот мы с сестрой думаем Так, вообще у них планы были, видимо, с мамой Поехать учиться в Санкт-Петербург, в Северную Пальмиру То есть у них план был, конечно, получить профессию врача Ну, они кончились в сороковом году только Это Яфаш, да? Яфаш тогда Папе было девятнадцать лет, маме семнадцать Ну, дети совсем И их отправили, там распределение же жесткое было Их отправили в Усьян Прошло шестьдесят лет со дня рождения И Пальмира Георгиевна посетила эти скорбные места Я была папина дочь В том смысле, что мама говорит, что страшная, говорит, плакса была, говорит А папа говорит, не плакса, а, говорит, калит страшный Ну, видимо, это У мамы молока не было И меня кормили хорошо, говорит, американское сухое молоко было И вот они растворенными этим сухим молоком Ну, у меня, видимо, все время колики И, говорит, круглосуточно, говорит, плакал И папа, бедный, говорит, все на руках, пытался успокоить И я стала папиной дочкой А папа что-нибудь рассказывал про те годы? Ну, он, конечно, говорит, ну, условия, говорит, очень суровые были Очень суровые условия Конечно, выживали сами, говорит, и люди-то тоже северные там Жили в очень тяжелых условиях Суровые законы были Все же именем, как говорится, закона Военное положение объявленное было Поэтому, конечно, люди голодали страшно, говорит От голода умирали, говорит Даже он же, когда там от голода стали умирать Он написал там, диагноз поставил Что от голода, так его вообще чуть самого не посадили Что он враг народа Еще против советской власти Говорит, что люди от голода умирают И надо было что-то такое писать, да? Да, люди от голода умирать не могут При советской власти Да, при советской власти И приехали НКВД, там целые комиссии Тоскали его, наверное Ага, тоскали, чтобы он поменял диагноз А он не стал Ну, молодой же А потом его просто вот уговорил там секретарь райкома Книга даже есть Ага, да, да Ага, и он уговаривал, говорит, я вот всю ночь его уговаривал Просил, что останется жена сейчас вот с ребенком И ты не вернешься оттуда Сынга была страшна зимой И, говорит, вот, особенно вот у полицинных пошла Сынга, говорит, они вообще ходить как не могли Ползали по землянке Все ноги опухшие И добился он там Ему дали, он, ну, ходил везде все-таки Ну, прислушивались, видимо И дали один мешок, куль, целый, гороха он рассказывал Ага, да И вот этот горох, он делил всем по кружке Значит, и сказал, чтобы никто этот горох не кушал А они это, чтобы это, проросли И они все прорастили Пошла зелень Съели, говорит, эти зелень И все, говорит, встали Ну, витамины пошли, зелень И, говорит, вот так я, говорит, их смог только А так вот все ужасные, говорит, цель Тех, кто сослан был, да? Тех, кто сосланные были Это скольких людей-то спасло Ой, он говорил, там ужасные условия тогда были, говорит Они же должны работать, а работать не могут Никого, говорит, на работу отправить не можешь Все, но каждое утро, говорит, ходишь И вот определяешь, кого направить на работу А на работу там, говорит, ходить не могут А пухшие ползают, говорит, как их Вот и он поставил условия Хотите, чтобы работали, давайте Мне надо их поднять, а как я подниму? Лекарств совсем нет Вот так он, витаминами Медицина, поистине, самая благородная из всех искусств Мудрый изрек в свое время древнегреческий гениальный врач Философ и реформатор медицинской науки Гиппократ И совсем не случайно он назвал медицину искусством И не менее благородно научить этому искусству Самому стать реформатором на новом современном этапе 20 лет Пальмира Георгиевна руководила медицинским институтом Северо-восточного федерального университета имени Амусова За 20 лет, вот так вот подводя некие итоги Это клиника, да? Это вот это здание, да? Да, у нас новые специальности У нас же только лечебные были, да? У нас педиатрия, стоматология, фармация Высшее сестринское образование У нас сейчас медико-профилактическое Это же очень, открывать новые специальности Это очень сложно, это не так просто Не зря же там 40 лет только одна специальность была Лечебные дела И фактически кадрами мы обеспечили республику Где-то на 80% это наши выпускники А вот, Пальмира Георгиевна, чтобы готовить Да, по новым каким-то направлениям Это же ведь тоже нужны Очень много документации Преподавателей готовить где-то надо Надо уровень там остепененности обеспечить Всю документацию оформить Базу создать Если нет базы, кто тебе откроет? Вот стоматологическую поликлинику мы должны были открывать Все, фармацию сейчас, мы лаборатории фармацевтические должны были Открывать Очень много было сделано, конечно, что там говорить-то Вы говорите, должны были и открыли Открыли все, вот это все сделали И сейчас, это большое, я считаю, конечно, много сделано было И подготовки научных кадров У нас, например, кафедра 100% остепененная Все кандидаты науки, доктора науки Четыре доктора на одной кафедре Вот если бы мы у себя не открыли диссертационный совет Мы такой уровень высокий подготовки кадров не могли бы обеспечить И к вам едут защищаться? Да, много из других регионов защищали И кандидатские, и докторские Вот это достижение наших студентов Вот они участвуют На всяких олимпиадах они участвуют На многих конкурсах участвуют И вот мы очень часто от наших выпускников Это все вообще прекрасно Эти наши тоже все студенты Это спортивные ваши? Не только, тут научных тоже много Тут это вот хоровое исполнение, например Да, вот скажем Многоградные вы А вот это у нас стенды, да? По истории Развития вот нашего 57-й? Да, это год открытия Вот первые 10 лет Вот как раз это наше студенчество У нынешнего здравоохранения, да? И у системы подготовки медицинских кадров Много минусов Чего уж там греха таить, да? Самая большая беда В системе подготовки медицинских кадров Мне кажется, очень повлияло Вообще изменение самой системы Жизнь Не только подготовки кадров Я еще считаю Система наша Вот то, что мы поменяли Вообще саму систему В нашем государстве Общественно-политическом Вот это, мне кажется Еще сыграло больше роли Потому что у нас Поменялись приоритеты Если раньше приоритетом было Совершенно как-то Ну, более такие положительные Для человеческом плане Мне кажется Вот эти поведения Человека То сейчас поведенческое Даже в обществе поменялось Погоня за деньгами Не от того, что все стали жадные А от того, что все стало решаться деньгами И для того, чтобы обеспечить Связь и деньги Вот это все И это же на все повлияло Оно повлияло На умы людей Оно повлияло На все наши формы жизни И даже по отношению Отношение людей к врачам Отношение людей к учителям Уже не такое, как раньше Я вот знаю очень хорошо У меня родители Были простые фельдшера И я помню, как к ним люди относились С каким Да, каким уважением Я не хочу сказать Что у них никаких ошибок в жизни не было Может быть, у них тоже были Какие-то в свое время Профессиональные какие-то ошибки Конечно Что-то человек есть человек Но тем не менее Это не становилось Вот таким Вот Каким-то пожизненным пятном Или чем-то Или это как будто Осознанно сделаны Потому что Очень много ошибок Еще допускается Не только от того Что ты не знаешь Или ты там глупый Или ты лентяй А ведь Организм Человека больного Тоже совсем по-разному реагирует И все это вовремя определить Следить Не удается Иногда же Все это происходит В течение нескольких минут И Принять правильное решение В этот период Бывает очень сложно И Не в том, что не хватает там Знаний или что-то Это очень сложно Там очень много моментов Играет роль И мне кажется Вот это Очень сильно повлияло И вот вы знаете еще что Формализма много стало Очень меняются стандарты Буквально каждый год Меняются стандарты И вот это Оформление Сейчас всю твою работу Проверяют по бумагам И человек вынужден Ты как специалист Человек Не особо интересен Ты можешь Оправдаться бумагами Как говорит Ну грубо В народе Если так говорить И поэтому Конечно Очень много Времени Внимание Приходится Уделять на это Вот вспомните Себя Какой вы были студенткой Да Своих Однокурсников Однокурсниц И вот Нынешнее Поколение Будущих Медиков Глаза горят У них Желание есть Ну вы знаете И тогда Может быть И сейчас В принципе Студенты Неплохие Студенты Они неплохие Изначально Ну Другое дело Цели Может быть Немножко Не те Да Ставится Но общая Подготовка Уровень Развития У них Лучше Больше Чем у нас Скажем Предположим Да Но в наше время Больше люди Критично Относились И как-то Старались Если имеют Какие-то Недостатки То постараться Как бы Ну Добиться Успехов Чтобы Меньше было Вот Ну Незнаний Или вот Пробелы свои Знали Ну У современных Людей Конечно Признавать Свои пробелы Как-то Не принято Вот как В наше время На мой взгляд И поэтому Ну Есть среди них Очень хорошие студенты Есть очень хорошие студенты Я вот смотрю Мы же участвуем В олимпиадах Во многих Разного уровня Там Республиканского Регионального Всероссийского уровня Ведь На всех Олимпиадах Наши Занимают Очень неплохие места Это говорит о том Что уровень Подготовки Все-таки Лучше Здесь Условия Совсем Другие Когда мы Учились Там Учебника И учебников Было очень мало Мы все время После занятий Оставались Группой И громкую читку Делали Потому что Учебников Не хватало Вот один Кто-то громко читал И у нас Один череп Предположим Был Да И вот мы все Вокруг учили А сейчас Совсем другие Условия Они могут Даже не приходить Скажем В анатомку Сидеть Там Зубрить Окол В лабораториях В учебных Аудиториях Как мы Они сидят дома У них у всех Скажем Планшеты У них у всех Там Ноутбуки И могут Везде Любое Открыть Там И там Начинают Учить А в наше Время Мы Не вылезали Из наших Учебных Корпусов Мы Ночевать Возвращались Как говорится А сейчас У них Условия Совсем Другие Пармир Георгиевна С коррективом Вам повезло? Я считаю Что повезло У нас Поколение Очень Вообще Хорошие И сейчас Идут Хорошие Молодые К нам Сейчас Идут Именно Преподавать Те Кто Хотят Потому что Заработная Плата Преподавателей Несравнимо Меньше Чем Скажем У Практических Врачей И поэтому К нам Идут На самом деле Те Кто Хотят Те Кто Хотят Вот Кому Нравится Вот Эта Специальность Эта Профессия Это Форма Работы Вот Они Идут Больше У вас Какое Соотношение Вот Работают Люди Скажем Вашего Поколения Ну И там Скажем Чуть Помладше Ну Конечно Все-таки Идет Немножко Старение Средний Возраст Наверное Я сейчас Просто Боюсь Врать Но Средний Возраст За 40 Лет Конечно Под 50 Средний Возраст Дача Дача Пальмиры Георгиевны Осиротела Безхозяина Уже Уже Не придумано Для Нас Родители Наверное Были Счастливы Друг С Друг Они Очень Счастливы Были Друг С Другом Я Почему Даже Говорю Вот Папу Парализовала Рана И Он Речь Потерял Он 52 Года Его Парализовало И Вот Мама Все Борола Чтобы Восстановить Что Только Она Не Делала А Потом Еще Через 7 Лет У него Рак Гортания Ой Это Такая Тяжелая Фактически До 60 Не Дожил И Она Вот Как За Май Он Ребенком Ухаживала За Нем Все Делала Как Только Его Не Стало Она Только 5 Месяцев Прожила Упала И Умерла Не Мог Она Все Время Говорит Я Не Могу Без Него Жить Не Могу Он Меня Там Ждет Ему Одному Плохо Я Еще Говорила Мама Ну Нельзя Ж Так Ну В Конце Концов Говорю Это Женщины Остаются Говорю Даже С Маленькими Детьми И Кто Их Поднимают На ноги Что-то Стремятся К жизни Она Говорит Ну Вы Все Выросли Я Вам Уже Не Нужна Что Вы Без Меня Уже Можете А Он Без Меня Не Может Вот Так Она И Это Лебединая Верность Да Я Считаю Это Лебединая Верность И Она Просто Не Пережила Сама Наука Которую Я Представляю Это Философия Медицины Мы же занимаемся Вопросами изучения Значит Причин Механизмов Развития Болезни Что влияет В возникновению Болезни И так далее Поэтому Какой-то Всегда Философский Подход И Я Просто Ну Я Например Очень ценю Вот Дружбу Очень ценю Например Для меня Это Самое Главное Преданность Профессии Я Очень ценю Ну Такое Отношение Все-таки Вот То К чему Нас Приучили Ценности Может быть Они сейчас И не являются Такой ценностью Да Главной Да Но вот Приоритетными Они может быть Сейчас и не являются Но Я их менять не могу Вот эти ценности Они у меня Сохранились И Я считаю Что вот Самое главное В жизни Вот это Наверное Все-таки Честность Порядочность Вот отношение К своей профессии Стремление Все время Не стоять на месте Заниматься Добиваться Чего-то Не ради Там Карьеры Имени Или чего-то Я даже до сих пор Помню Как мы радовались Говорим Как хорошо Что я в Советском Союзе Родилась Ведь я могла В Америке Родиться Какое счастье Что я в Советском Союзе Родилась Вот так мы были счастливы Мы так чувствовали Ну а ведь самое главное Как ты чувствуешь Конечно Вот это же самое главное И мы же радовались Прямо Это какое же счастье Потому что мы Совсем Счастье видели-то в другом Не в том Что сейчас Вот видят люди Молодежь Нет Нет Подсидеть там Ближнего Нет Абсолютно Вот этих не было И поэтому Конечно Вот такое же чувство У многих же было Ну у нашего поколения Да у нашего поколения Это было И я вообще Всегда удивляюсь Вот если бы не было Вот этой Действительно Советской власти Разве якутский народ Мог быть таким образованным Действительно Что выйти на мировой уровень Сейчас мы говорим Всем надо выйти Да вот Чтобы знали Что есть где-то Там на севере Народ Который себя называет Саха Кто бы знал Вы осуществили В принципе Мечту родителей Да Когда я институт Вот кончал это Ой я говорю Ну вот папа Сейчас диплом получу Все Наконец-то Ты будешь доволен А он говорит Вот подумаешь Диплом Кто сейчас диплом Не получает Вот если бы еще Там Кандидатскую защитить Защитить Вот это да Ну вот Про докторскую пока молчал Потом я защитила Кандидатскую Говорю Ну папа Вот тебе диплом Кандидата Говорю Подумаешь Это ученый что ли Вот доктор наук Это ученый Я говорю Ну пап Да Я планку все время Я еще возмущалась Говорю Ну папа Ну совсем не насытный Тебе все мало и мало И вот Ну потом Я защитила Докторскую Уже после папы Их уже не было Он не узнал Но все равно Если верю То что Душа бессмертна Наверное И услышала И вот когда я Стала академиком И тогда я помню Папина сестра живая Была старшая Старшая Она после 90 Умерла И она вот мне Сказала Вот если вот папа Говорит что видел Вот как бы он радовался Если бы Вот наконец-то Действительно Вот ты Смогла Реализовать Все его мечты Видимо он тебя Хотел видеть Вот Именно В этой ипостаси Говорит Субтитры создавал DimaTorzok